В четвёртой и последней части о Зимнем дворце рассказ пойдёт об искусстве Великобритании и Франции 15-19 веков. Первый зал английской живописи раньше служил в спальне старшей дочери Николая I Марии. Хрустальная люстра английской работы с анимационным и музыкальным механизмом принадлежала Григорию Потёмкину, марганатическому супругу Екатерины II. Она и купила после его смерти люстру. На портрете кисти Готфринеллера Пётр Потёмкин, русский дипломат и военачальник в эпоху правления царей, Алексея, отца Петра I и Фёдора, брата Петра I от первой жены отца. За портретом Потёмкина женский портрет, не относящийся к конкретной личности. Затем портрет скульптора Гиббонса, а далее идут портреты английской знати. В центре серебряная чаша-холодильник весом более 200 килограммов, в ней охлаждали вина. Последний на стене портрет дамов голубом Томаса Гейнсбора, а между окнами мужской портрет неизвестного художника. В этом зале показ начинается с картины Джорджа Морленда из «Сельской жизни. Приближение грозы». В зале несколько картин известного художника Джозефа Райта. Он написал картины «Кузница» и «Фейерверк. Замок святого ангела». Последнее навеяно путешествием по Италии. Фейерверки устраивали по несколько раз в году над крышей замка. Художник был в Неаполе, когда там произошло извержение вулкана Везувий. Он написал картину извержения Везувия, которая находится в Пушкинском музее в Москве. Томас Джонс обратился к мифическому сюжету римского поэта Вергилия Энеида. Иллюстрация встречи Инея, героя поэмы, бежавшего из разоренной греками Трои с царицей, основавшей Керфаген Гидоной. Этот зал использовался для временного проживания высочайших особ. Картины «Младенец Гераклу, душающий змей» и портреты короля Георга Третьего, его жены Софии Шарлотты и сыновей Георгий Фердинанда, Екатерина Вторая заказала трем английским художникам. Портреты семьи Георга Третьего предназначались для галерей монархов Чесменского дворца, которые Екатерина использовала для отдыха при поездках в Царское село. Картину «Амур, развязывающий пояс Венеры» Екатерина Вторая выкупила у наследников Григория Потемкина. Умный Амур знал, что вся сила Венеры в ее поясе и что-то затеял. А кокетливый взгляд Венеры говорит «Пусть малыш пошалит». Прототипом Венеры для художника стала Эмма Лайон, дочь кузнеца. В 14 лет пошла в услужение к богатым людям. Позже стала знаменитой из-за своих любовных похождений. Пробилась высший свет, уйдя замуж за сэра Уильяма Гамильтона, английского посла в Неаполитанском королевстве. Ее стали называть «Леди Гамильтон». После смерти мужа была возлюбленной адмирала Нельсона, погибшего в 1805 году, но разбившего флот Наполеона. На полотне воздержанность Сцепиона Африканского римский полководец Публий Сцепион, герой Второй Пунической войны, которую римляне ввели в Африке. Он возвращает прекрасную пленницу ее жениху. В центре зала серебряная чаша-холодильник, созданная мастером Филиппом Ролосом. На портретах генерал-фельдмаршал Михаил Воронцов, его отец и жена Елизавета. Воронцов был крестным Екатерины Второй и племянником Екатерины Воронцовой, подруги императрицы, после замужества ставшей Екатериной Дашковой, президентом Российской Академии. В 1823 году назначен генерал-губернатором Новороссии, где в то время отбывал ссылку Пушкин. Отношения с Воронцовым сразу не заладились, потому что Воронцов рассматривал Пушкина как обычного чиновника. Пушкин часто не выполнял приказы Воронцова, и он направил жалобу на чиновника. Истинной причиной жалобы была любовная связь Пушкина с женой Воронцова Елизаветой. Пушкина уволили с государственной службы и отправили в имение матери Михайловская. Расставаясь, Елизавета подарила Пушкину перстень. У неё остался точно такой же. Они переписывались под разными именами, и только отпечаток перстня на письме говорил каждому о настоящем авторе. Через год Пушкин получил письмо, в котором Елизавета просила уничтожить все её письма. Так появилось стихотворение «Сожжённое письмо». «Прощай письмо любви, прощай, она велела, Как долго медлил я, как долго не хотела, Рука придать огню все радости мои». В зале неоконченный портрет адмирала Александра Шишкова, президента Литературной Академии, министра просвещения, написанный Джорджем Доу. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зал посвящен художникам XVIII века, в котором Франция сыграла выдающуюся роль. Содом и Гоморру Всевышний должен разрушить за грехи жителей. Ангелы спасают праведника Лота, жену и двух его дочерей, сказав, чтобы они быстрее бежали, не оглядываясь. Жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб. Дочери напоили и соблазнили отца, чтобы продолжить свой род. Сусанну, в отсутствие мужа купавшуюся в бассейне своего сада безуспешно домогались два старца. На крик Сусанны сбежались люди, а старцы объявили, будто ее застали с любовником. За прелюбодеяние Сусанну приговорили к смерти. Пророк Даниил спросил отдельно каждого из старцев о месте прелюбодеяния, и они назвали разные места. Сусанна была оправдана. У окна бронзовая скульптура Клода Кайо «Смерть Дидоны» на сюжет поэмы Виргелия Энеида. После распятия Христос явился скорбящей Марии Магдалине, которая не сразу его узнала и хотела дотронуться до него. Скульптуру «Амур» Этьен Фалькане исполнил для бодуара Маркизы Пампадур, любовницы короля Людовика XV. Лукаво улыбаясь, бог любви достает из колчана стрелу, чтобы пронзить очередное сердце. Этот «Амур» выполнен по заказу графа Строганова. Следующая картина Франсуа Лемуана «Юпитерио». Копия картины Антонио Аллегри на сюжет греческого эпоса. Художник-итальянец вместо греческого бога Зевса взял итальянского Юпитера, а всё остальное осталось греческое. Зевс не обошёл своим вниманием Ио, жрицу Геры, своей жены, и явился к ней, окутанный облаком. Гера сразу узнала об этом. Чтобы спасти Ио, Зевс превратил её в белоснежную корову. Для охраны Гера приставила к ней великана Аргаса. Зевс послал своего сына Гермеса, и он убил охранника. Жена в долгу не осталась, и напустила на корову овода, который постоянно кусал её. Отбиваясь от овода, Ива уходила всё дальше и пришла к скале на Кавказе, где был прикован Прометей. Он сказал, что Ио найдёт спасение в Египте. Там Зевс вернул ей человеческий облик, и она даже родила сына Эпафа, который стал царём Египта. Картину «Пигмалионы Галатея» Франсуа Буше подарил Петербургской академии художеств. Легендарный скульптор Пигмалион полюбил извайную им из мрамора Нериду морскую нимфу Галатею и умоляет богов оживить её. Двое крестоносцев прибыли на остров волшебницы Армиды, чтобы вызвали к из её чар рыцаря Ринальда. Аллегория зима Этьена Фалькане выполнена по заказу маркизы Помпадур. Через год она умерла, скульптура не была завершена, а художник уехал в Санкт-Петербург создавать памятник Петру Первому «Медный всадник». Екатерина Вторая выкупила зиму, и Фалькане доделал её уже в Санкт-Петербурге. Создавая «Медного всадника», Фалькане и Екатерина не могли договориться о голове Петра Первого. И свой вариант предложила 17-летняя помощница Фалькане Мари Кало. Её вариант одобрили. Она стала членом Российской академии художеств, а Екатерина Вторая назначила ей пожизненную пенсию – 10 тысяч ливров в год. Екатерина Вторая Екатерина Вторая Белый зал выполнен по заказу императора Николая Первого, как свадебный подарок своему сыну, будущему императору Александру Второму. Он создавался по проекту архитектора Александра Брюлова. Грандиозный по размерам, светлый, с окнами под потолком с двух сторон. Парадный зал использовался для торжеств и был построен на месте трёх гостиных. Над колоннами в центре зала женские фигуры, символизирующие различные виды искусств. Брельефные фигуры изображают богов Олимпа, Юноны и Юпитера, Дианы и Аполлона, Цереры и Меркурия, Весты и Нептуна. Несколько слов о большой синей вазе. Здесь её называют вазой северского фарфора. На фабрике в Севре под Парижем этого не признают. Говорят, что похожую вазу на 10 сантиметров выше они изготавливали, но она находится в Лувре и называется ваза Медичи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok